Тут спрашивают в чате, что с Яхмасом Ну, наверное, у Яхмаса самолет немножко не полетел Но с другой стороны, можно задать вопрос, что с Адлером А Адлер все сделал И в решающем матче Так, сейчас я пока поменяю Значит, настройки Что у нас летит Астерикс Против Паунь Шпиц Так, Астерикс отдельно просили сделать все быстро и жестко Я думаю, что Астерикс-то вот как-то не будет Хенкеля выбирать Так, пятиминутный перерыв Написано И у нас пятиминутный перерыв Так, счет у нас 3-2 В командном зачете И, ну что-то, да, не верю Уходим мы на этот пятиминутный перерыв Да, и уходим Я только напоследок скажу, что вот 3-2 Никто не ожидал Да-да-да, так что Не случайно этот лёгий Все, уходим тогда мы И возвращаемся буквально через этот перерывчик Оп-па, есть Все Балка хвостовая, да, там от села Саид плотно уже Сева горит Да, сева горит Да, значит они там, перед это самое Вот сейчас вольт зажигает Очень красиво Да, зажигает и продолжается Оба они горят И сева, и долька И сева продолжает атаковать, да Но Оп, комок крыла Лекс Лекс без крыла Лекс без крыла Запалилили Ну все, Саид сказал дайте я Все 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 уже не видно Да, Саид ставит точку в этом матче Подключает закрылки Подключает закрылки Ох, у меня Победа Климсона Ого Быстро А он ни обороты не менял, ни закрылки не использовал И вот только И вольт зажигает Получает Очень точный выстрел Очень нельзя Стрелять из под капота Да, здесь Да Здесь все Ну что ж Вот вольт за счет мистер 2 Да Саид тем временем Саид на шее закрепляется Причем за двумя Сразу же Поэтому он тут будет выбирать Еще в кого пострелять Очень хорошо Гром простреливает в шифте Но тут выводится Саид зажигает одного И сразу же переключается на втором Да Очень опасно могут столкнуться Да Очень близко идут Климсом подвешивает Сваливаться Вот как красиво это подрится Ой-ой-ой-ой Близко Да Проскакивает А дрон пошел помогать Климсому Вот так То есть они двоих вывели И по двое пошли за Трону И команде Достаточно Просто затаранить И это будет тоже Положить плюсовое решение И когда Будет Хотя Я думаю Что Да С такой стрельбой Они и так Стоит Списляет Еще Там Противники На свой счет Ну и Как обычно Врагивая Томанды Эдемпро Отбивает друг друга В конце Ну что ж Можно Поздравить Команды С победой Очень Сильно Решила Прельба В третьем раунде 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 В третем раунде В третьем раунде Счет 3-0 Но Счет Не отображает Конечно Напряжение Не видишь Ты сам Твой напор не Не Видишь Как В начале боя Получило 6 Так оно продолжается Да Он даже огонь не походу На голове Просто Короче Да Принетел конечно самолет соответствует самурайскому ну все красиво а саид горящий не пытается кроме третьего тайма третий тайм провалили провалили схождение сразу и все-таки саид но можно поздравить по нему все молодцы и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну у нас по идее уже должен закончиться 5-минутный перерыв Вот, я надеюсь, что он действительно подходит к концу И что я вижу? Я вижу, что самолет первого раунда будет Як-1Б Кто же его, интересно, выбрал? Сейчас подумаем Выбрал его, наверное, PoundHPIT Возможно Кстати, кто такой PoundHPIT? И мы видим, что он с тегом OTC Что расшифровывается как Outlaw Что-то там Outlaw Кто-то Вот Этот пилот летал в команде Justa Borky Которые тоже там очень успешно прошли Они квалификацию на гладиаторах 4 на 4 Кстати, сейчас я посмотрю, как именно они слетали Justa Borky Сейчас посмотрим Они были в группе G И нет, они слетали не очень хорошо Они попали в жесткую группу Там было AD-шники, Wulfи, да Которые успешно потом дальше воевали И вот AV Третий восход Так, стоп Это уже все Это я что-то не то говорю Алый восход третьего состава Да И вот Justa Borky не вышли, к сожалению, из этой группы Да, они проиграли Wulfи И проиграли AD-шникам Обе российские команды И вот уже начался у нас Вылет Да, нужен у нас старт Як-1B Наконец-то мы увидим этот самолет Я уже прямо аж по нему умудрился и соскучится Смотрим мы за Астериксом Против него Пауныч Пит США, кстати Счет По командам у нас 3-2 Вот так вот Умудрились выровняться Сборная России Сборная мира Хотел назвать Сборная Россия мира Ужас 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 У Астериксу здесь все замечательно Мне кажется Он сейчас потихонечку Спокойно Будет Прессовать Своего оппонента Периодически Постреливая По нему Такие синие штучки На концах Крыльев У Пауныч Пит И в важной части отлетают От апаньки А почему против него летит дил Опять что-то поменяли А против Астрицы Летит мне Паунич А летит Дилан Биз Из команды The Wet Bandits Они поменялись местами Сейчас мы их поменяем А вот это сюрприз для Астерикса Для всех, я думаю, сюрприз Потому что это вообще непонятно Что может Дилан Биз А что он не может Да-да-да Ну вот один уже маленький раундик Выиграл Выиграл Астерикс Извини, а выбор самолета чей был? Ну а об этом не сказали Я тут пытался как-то прикинуть в уме Но понимаю, что я уже мало что могу в уме прикинуть Вот, кстати, Дилан Бизу очень понравилось Как его сбили Вот он пишет, что Як не его самолет Видимо, не его выбор Зато это вполне самолет Астерикса Да, естественно Тогда, значит, я начал свой рассказ После перерыва о команде Джасте Больке Бельке Но летит пилот не этот А летит у нас пилот ТВБ Это вот The White Bandits Бразильская как бы была команда Бразила-американская Бразила-американская Они, конечно, как-то Только один матч выиграли У команды РКК, кстати Но зато со счетом 6-0 А, и также ИР 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 Стоп, что тут у нас происходит Они РАВ-2 выиграли? Они выиграли РАВ-2 И не явились на матч с РКК При том, что у меня мало было сомнений Что они выиграют РКК Но они ухитрились просто не прийти на матч Им потом вот этого не хватило А у РАВ они выиграли, по-моему, 5-1 И вот это одно очко Ими проигранное, дуэльное Оно им не позволило пройти дальше Там складывалась забавная ситуация Когда у трех команд по ровну очков могло быть Но по дополнительным показателям ТВБ не прошли В общем, они там Сами были кузнецы своей неудачи И невыхода из группы Потому что, ну, как-то В какой-то момент была уверенность Что они вместе с РАВами Выиграли, а вот вышли РАВ и РКК Они, кстати, также Эта команда и победила команду GG508 Зовет Бэндитс Вот, кстати, вот их они победили С счетом 5-1 А РАВ-2 они 6-0 победили А РАВ-2, в свою очередь, потом выбили Вольных Иверпилов Но, конечно, у них там Совсем сильно изменился Уже к тому времени состав Да, там усиленец было Там Макофи добавился Я, наверное, очень сильный боец Ну, так что вот такая у нас там Санта-Барбара была С этими бразильцами В принципе, мы сейчас смотрим Первый раз, наверное, на вот этого пилота Ну, вот мы уже знаем Что Якрин не очень И до земли тут у нас была спиралька И выйдет ли бразилец Точно так же Оба вышли не без труда И сейчас вот я смотрю, что да, Астрикс Вот стрельнет же бразилец Мне кажется, что стрельнет Летит кабиной вниз Хорошо И стреляет, посмотрите, как плотненько Кастериксу и пульта летят Можно еще просто Очень хорошо летят И попадает Повреждение получает Да-да-да Вот так вот Самолет-то не его Представляете, как он стреляет То, что они хорошо стреляют Об этом разговор был Когда они только на турнире зарегистрировались И от них, в общем, достаточно многого ждали Они так по своей расхляпанности Не получилось Но это не значит, что они не могут Но вот истерик Несмотря на то, что пробитый самолет Мы видим, что он Уже сейчас, наверное, преимущество Какое-то имеет Но все-таки Пробитый элерон Это довольно серьезно На энергию уходит Кстати Пилот ТВБ Дилон Мне кажется, что это энергия Я не знаю Ну, ханик, он что сгнись вот пошел Ну, он так сбалансированно летит То есть он держит скорость побольше И готов ее разменять на угол В случае чего Нечистые энергетики Которые уже сегодня видели Товарищи Которые из любой позиции Вверх летят ОЕМ, по-моему, да? Все не хотел На 6 становиться Летал в космос Просто в любом положении Астерикс у него Опыт Борьбы Когда он ниже Поскольку Доворочек Скорее Он Есть Если бы у него не был битый самолет Я был бы вообще спокоен Но самолет у него битый А Дилон Бис Полетел в космос Ну, вот як Это тот самолет Если бы мне бы сказали Что давай ты будешь в такой ситуации Что ты будешь ниже на 100 метров И скорость у тебя будет меньше Выбирай самолет Я бы, наверное, согласился На таких условиях Именно на Яке Бис Ну, тем временем Посмотрите, что делает там Дилон Дилон будет атаковать Дилон, да Гребет Подгрег скорость Вышел В чем прелесть Ну, сейчас не сможет Астерикс ответить В чем прелесть Атаки Дилона Он ушел опять на Е То есть он не потерял позицию Астерикс ныряет вниз А что делать? Надо разгоняться Там висеть уже бесполезно Мы видели, как Астерикс крылья сложил У него контратака Не попал Чуть-чуть Буквально Да, ему пробили Ему хвост Астерикс Дилон, да Он-то кученько кладет Очень кученько, да Яг довольно прочный Самолет Его одной пулькой не убьешь В него надо вот именно кучно Положить Такую В секундную очередь Вот он это делает Вот, да Отличный выстрел Вот так вот Вот этот Бразильный Бразилец, который на самом деле Американец Забирает одну нючку Команда России, по-моему, решила Максимально как-то все осложнить Я абсолютно уверен, что сборная команды России Решила всю тяжесть возложить потом на плечи эстонцев На шифте Вот, то есть Как-то так Ну, у шифте по времени Может еще ничего будет А вот Джимми лететь уже достаточно позднее будет время Он надо будет лететь, насколько я понимаю, из России Откуда-то из центральной, наверное, из Москвы Даже не знаю, честно говоря Но боюсь, что он сонный уже будет Коману в свою матч Взлетать в сонном дуэли Вот в прошлом году был же ночной дуэлинг Кстати, Немель, ты там хорошо выступил, я помню Ну, не знаю Я, видимо, был наименее сонным Пас кофе, да, у тебя там находится Нет, там просто был каскад жутчайших ошибок от всех Потому что заканчивался дуэльный турнир Там последний матч в 4 утра, по-моему, мы летали С Саидом Ну, или человеком, похожим на Саида А, да-да-да, я помню, помню Когда, да Это было интересно Когда человек, похожий на Саида В решающий момент просто упал Это просто потому, что было 4 утра Да, вот так вот эти все Один на один дружеские матчи Быстренько пойдем и отлетаем дуэльки А потом это все заканчивается в 4 часа ночи, да Ну, понимаешь, Кримсон Ну, то, что мы проиграем один какой-то раунд Это было предсказуемо, ну, просто статистически Чтобы вышло 16 человек на 8 матчей И ни у кого просто не получилось, что не его день И вот он проиграл, такого не бывает Но я скажу по праву человека, который тут всегда говорит Может, не политкорректные вещи Но никто же не планировал, что Яхмас задумает свой матч проиграть Вот это вообще было не запланировано Если просто сейчас проиграет истерикс каким-то образом Во что я не верю То ситуация же вообще такая печальная Сейчас всего 3-2 мы ведем В чате смеются над высказыванием Человек похожий на Саида Но я вас уверяю У меня есть основания говорить именно так Так, смотрим, что делает Ну, как интересно все Не стандартно вообще-то у нас Ну, тут, конечно, он сделал себе, по-моему Все, чтобы там астерикс оказался сзади, мне так кажется Ну, посмотрим, что он Какой у него дальнейший план Да хорошо, все, астерикс Никуда от него с подводной лодки не денется его оппонент Наверх тут никуда не уйти Астерикс, ну, дожмет, дожмет Астерикс, честно говоря, не сам, наверное, великий стрелок Зато очень хороший пилотаж Какие, какие размазанные от эту сетель Да, да, да Ну, вот сейчас немножко он увлекся полетом в перевернутом положении Ну, ничего, все нормально Выигранный вираж Мы видим, что у противника совсем нет скорости Его валит на крыло Ну, мы его подбили, Малех Ну, что так, да, валит его налево Либо совсем нет скорости Он не ждет, пока его просто так убьют Он перекладывается На закрылочках Пропускает, наверное Ух, и тут такое попадание Жесткое, просто, да И Дилан здесь Астерикс забирает свое Забирает Сейчас я включу, наверное, камеру на бразильца Уж больно мне понравились его эти маневры вначале То есть, я вот смотрю в чате, кто-то пишет привет Вот такая Яхмуз тут намутил Так, ну, у нас, значит, до трех побед, а теперь у нас получается первый раунд 2-1 ведет Астерикс Ну, интересно, вот Дилан Бис так немножко отмазался наперед Сказал, это не мой самолет Яхт Посмотрим Ну, во-первых, конечно, Яхт еще ничего не закончено Какой самолет его и что он на нем покажет Просто он даже заинтриговал Так, сейчас, кстати, я хотел посмотреть немножко Ну, вот смотрите, у него в СБ 2400 вылетов, 3300 сбитых Ну, то есть, он нормально там сбивает Сейчас посмотрим, что у него любимый из самолетов Ну, ФОКО, Г-10, Мустанг, тут он летает Ну, это все, конечно, рандомно Тут непонятно, о чем человек летает дуэль Ну, да, все западные пилоты, западные, восточные, в общем, не российские Они все практически бумзумеры, космонавты Вот в Вартандере, знаете, знаешь, кто первый такой был в начале Вартандера Он, по-моему, выходец из РОПа Вот он летал, в том числе в рандоме, на доворот, на маневр Очень интересно с ним было в рандоме сталкиваться А остальные-то все, они пока водны И это ничего не говорит о том, на чем он полетит Так, ну, мы видим, что на энергию пойдет противник Астерикс Он это не скрывал Первый прострел Астерикс не попал Второй он еще дотянет пострелять Ну, и нормально все у него Противник вниз пошел Это чудесно Астерикс еще и попал И мы видим закрылки, а закрылки на Яки Это обычный такой предвестник смерти Не врезался Не попал Вот это вообще опасно А вот чувствуете разницу, когда кто-то другой Вот так вот перед ним вылетает А вот бразилец сразу среагировал Опасный тип А все почему Потому что Астерикс не попал до очереди Которую по-хорошему надо было Вот он второй раз ждал Кстати, да, да, да Кстати, пару раз Мебиус сегодня в дуэли Тоже вот так зажимал гашетку Ему казалось, что я перед ним пролечу То есть они постоянно этого ждут То есть они когда сбрасывают скорость Они этого ждут Ну, нормально Астерикс забрал свой самолет С небольшими приключениями Да, и счет у нас становится 3-1 внутри раунда И таким образом превращается в 1-0 по раундам В пользу Астерикс И сейчас я вам покажу, как выглядит еще раз У нас очки Очки, которые набрали пилота Мы видим, что одно очко зарабатывает По одному очку зарабатывает В команде сборной России «Мустанг» «Небель» и «Б-37Р» В свою очередь По одному очку в команде сборной мира Заработали «Оем» и «Адлер» Итого общий счет По команде 3-2 В пользу команды сборной России Ну и сейчас мы наблюдаем с вами Дуэль между МНС «Астерикс» Против «ТВБ» «Дилан» «Бис» И «Астерикс» Только что взял первый раунд И счет у нас 1-0 Мы продолжаем смотреть дальше Сейчас самолет будет выбирать уже «Дилан» И мы очень с «Небелем» смотрим И это будет «Харяки» «МК-1» «Небель» Представляешь? Ну Но мы вчера с «Астерикс» Мы его чуть-чуть, конечно, тренили Но самолет чудный Тут его трень и трень Это Вот на «Хенку» То же самое Которую мы сейчас смотрели Поставить батарею Которая с «Ваншота» убивает И получится «Харяки» Так, ну посмотрим Но видимо «Дилан» И реально ставит на свою стрельбу Все То есть он берет такой самолет На котором Скорее всего Ни вверх не улетишь Ни ничего не сделаешь По большому счету Только доворачиваясь стреляет Ну «Мустанг» сегодня, кстати Вот Прекрасно справился с этим самолетом И вообще проблем не испытал Мы смотрим, что «Астерикс» делает «Федук» предсказывает Что «Бразилец» нахуре улетит наверх Но нахуре улететь наверх Теоретически можно Но на практике Так, а «Джимми» у нас все еще есть с нами И «Шифти» тоже с нами Отлично Куда они делаются? А, кстати, у меня внизу неправильно поменяли Нет, счет 6-2 нас тоже устроит Просто больше уже не надо Да, вот так вот все у нас там будет Смотрим, смотрим Второй раунд у нас начинается На «Михарике» НМК НМК-1, да? Старт, да? «Федук» пишет, что на энергию можно Иногда наверх уйти Там, кстати, была такая ситуация Когда вот у «Мустанга», что он ушел наверх Его противник там Значит, начал переваливаться И он так на него носик так опустил И «Плинкс» и расстрелял А это, по-моему, не совсем уход наверх Это такой маневр, когда Ты в последний момент Уворачиваешься от лобовой Резко подрываешь самолет Противник дотягивается Но попасть не может Теряет на этом энергию И тогда на втором развороте У тебя энергии побольше Ты можешь второй сделать Порезче и его рубануть Это все-таки не уход, наверное Другой жанр Это доворотный бой Просто с уходом от столкновения На первом развороте Ну, пока что-то я смотрю Астерикс просто на 6 Астерикс очень так, да Доворачивает Ну, Астерикс неудобный Такой доворот Он как-то иногда ставит Вступит немножко в другой плоскости И его делает Ну, вот сейчас Хорошо, все, у него все получилось И тут уже Самое время Дили он визу сказать, что это тоже визу Возможно, он просто Крутил триммер Или что-нибудь еще В таком случае Или не выпустил закрытки Не, ну, что есть Вот, то Это то, что У Диона Биза Отличная стрельба Это Это уже понятно То есть Недаром говорили Про этих бразильцев Что они там такие интересные Да, стрельба Жесткая Мне так показалось По крайней мере Ну, много кто хорошо стреляет С тех стандартных позиций С которых приходится часто стрелять В рандоль А, ну, вот Меньше народу стреляет Хорошо С дуэльных позиций Когда тебя усвистывают В свечку Сложив крылья И надо попасть Так, и Выигрыш у нас За Астерикса Он С этого Одно очко Зарабатывает Ну, и что-то Мне кажется Что сейчас Все шансы У Астерикса Побыстрее Все это Немножко Закончить Мы посмотрим Болеем За Астерикса Безусловно Но Такое впечатление Что сейчас Его до ворот Просто Дилан Биза В тупик поставил Либо Дилан Биз Не пользуется Каким-то ресурсом Самолета Действительно Либо он Просто где-то Потерялся На до вороте Д間 Дом «Старт» На секундочку, команда МНС в финале Гладиаторов 4 на 4 выиграла дуэльный раунд у БНПЕ. Да, кстати, кстати, да. Тоже очень неожиданно, мы как-то думали, что все будет наоборот, а как-то вот так вот случилось. Ну, все знали, что они сильны, но вот именно на дуэльный раунд как-то никто не закладывался. А второй раз отдается 6. Это не тот самолет, на котором может после такого разворота улететь на энергию. Поэтому я думаю, сейчас истерильц просто его съест. Сейчас перевернутое положение, тут можно двигать или заглушить ненарод. Нормально все. Все пока хорошо, спиралька. Убран газ и простреливает истерильц. По-моему, какие-то попадания прилетели. Да, да, наверное, потому что валит на крыло противника. Но даже если нет попаданий, главное, что он сохраняет позицию. Может еще стрелять. Вот, теперь попал. Все. И выйдет пуль. Постреляем еще. Молодец, истерикс. Там один случайный. Какой-то наяги получился. Остальное все очень хорошо. Да, все хорошо. 2-0. И это значит, что победа в этом раунде. И счет по раундам у нас теперь уже 2-0 в пользу Астерикса. И Астерикс приносит команде сборной России 1 балл. Мы его записываем. 4-2 лидирует Россия. И у иностранной команды еще есть шанс на ничью свести. Но для этого им надо выигрывать оба оставшиеся матчи. Да. И следующие у нас пилоты. Я надеюсь, что полетят. Это у нас Рафовец Royal Air Force. Джимми. Который должен полететь против Пауныч Пит. Вот посмотрим, готов ли Пауныч Пит. Я вижу его в Тимспике. Возможно, он не полетит. Поменяю. Сейчас я все дамы. Ну вот у Рафов был выбор Джимми или НМ Макофи. Решили Джимми поставить. Он там в турнире 1 очень сильную дуэль от Литтан. Которая всем запомнилась. Но Макофи тоже был бы, мягко говоря, неплохой вариант. В общем, был у Рафов выбор. Я думаю, что и кто-то другой должен, я думаю, должен Джимми выигрывать. Я думаю, что с большой вероятностью мы як увидим от Джимми. Да, я думаю, что уже всякие приключения насчет самолетов закончились. На Яхмысе, да? И, ну вот как раз то, что я говорил перед этим, что Пауныч Пит это пилот, который летал за команду Джаста Бёрльке в турнире гладиаторов 4х4 2014. Вот, и вот он с тегом ОТЦ. Это тоже какой-то такой довольно-таки обширный, мне кажется, такой полк. Иностранный. Там как-то и стримеров, по-моему, много. И вообще таких деятелей по комьюнити. Так, мне билеты, вот вы сейчас о чем сейчас там в чате пишите? Я что-то как-то не буду. Да, насчет Мебиуса и матча. А, твой, твой, твой этот самый дуэль, да? Да нет, просто там пришел кто-то из зрителей и узнал, что проиграл Мебиус и удивился. Все-таки хороший пиар мы сделали Мебиусу по ходу турнира. Да, да, теперь его... Я говорю, там уже мифы пошли, просто вот чуть не родился миф. Терри на одном из стримов сказал, что типа Мебиус в одном из матчей сбил 10 самолетов противника. Да? И как-то все так подхватили, и там Обилич уже Сквайр на форуме давай писать, что вот будет там, там, что-то там, там один... Ну, я уже не помню, что там, а, что про МВП Мебиус и что вот он там сбил десятерых. И кто-то такой говорит, подождите, подождите, там вообще можно 10 самолетов сбить? И вот пошли пересматривать стримы там, считать и оказалось... Да, но там же нашли какой-то стрим, то ли против Iron Sky 2, я не помню. В общем, нашли же какой-то стрим, где он 9. 9, 9 сбил 9, то есть вот таким... Ну, и тот 9, он в него пострелял, да, как бы он разбился, но игра не засчитала, но ему там все-таки приписали это по 9. Уже очень такое интересное число. Вот пишут 7, но я точно помню, что ходили люди считать, и потом прям раскладывали, что 8 засчитанных было, и один действительно упал. Есть там два матча. Вот этот вот 7, это он против команды B Team сбил, а вот я не помню, вот был после этого еще матч один, где он там как-то... Ну, Терри считал, Терри потом к нам пришел в TeamSpeak и клялся, что он стрим пересмотрел и на бумажку всех записывал. Да, потому что там серьезный был спор, то есть в 10 никто не поверил, и начались такие возмущенные фразы, что хватит пиарить Мёбируса, поэтому это все реально пересчитывалось. 8 честных вроде действительно у него было. Так, у нас летит Джимми против Симарти. Ну вот. Или Симарти вылетел просто так. Пауныч Пит не полетит, что ли, получается? Не знаю, может, замер. Куда у нас летит Симарти? Там речь шла о том, что Мираж не пришел, и его кто-то должен был менять. Был разговор, что его заменит Мастик. Но, видимо, решили вот по-другому, что полетели от 303-х два бойца. Ну и полетел человек в космос. И Джимми будет стрелять только один раз. Не сказал бы я, что он не попал. Да, он определенно не попал. Все-таки хорошо стрелять два раза, один раз маловато. Но задержался, что ли, с разворотом противник. И у Джимми опять расстрел. И, в принципе, нормально все, Джимми. Никуда он далеко вроде противника не отпустил. Сейчас скорость у него будет маленькая, но он может быть... Не, все-таки улетел и улетел наверх противник. И хорошо развернулся. Такой роверс манчет хороший. Ой, как хорошо! Тут можно было убить, по-моему, Денис. И я думаю, что он попал. Хотя дырок не видно. Дырок нету совсем на задорога. А есть повреждение правого Элерона? Вот это ужасно. Такое повреждение. Его практически из кабины не видно, а валит с ней. Там буквально маленький кусочек отгрызанный. Маленький-маленький. Там кто там? Як с более куда мощными повреждениями все еще маневирует. Но для спидфайра, видимо, это не есть. Спид и шутки удары в крылья вообще не терпят. Куда полетел, интересно, противник? Я тоже его ищу. Он в космосе. Он просто вообще по своим делам в космос улетел. Он прямо на джиме сейчас на 300 метров выше. Не, не, просто мне показалось, что он мог развернуться еще на одну атаку, но как-то перегонил. Хит, да ведь так же летал. Хороший будет доход, нет? А не, хит это 313. А ЕМ с Соникбайтом так же летал. То есть он улетает вверх. Он ведет бой как бы не от противника. Он ведет свой бой. Контролирует, чтобы у него всегда была скорость, высота. Там уж противника атаковать при случае. Вот сейчас, конечно, да. Это должно быть фатально. Ну, я... Интересно. А повреждений так особо вот как-то и нет у нас в спидфайле, я бы сказал бы. Но чувствуется, что что-то в джиме либо у него мало скорости, либо еще что-то как-то его так трясет на всех этих разворотах. Заход. Оп. Что такое? Я сам потерял противника опять. Противник опять выше намного. И опять заходит. То есть он строит бой так, что он стреляет, мажет, но он абсолютно ничего не теряет. Летает как ему удобно. Поэтому сейчас он попал. И таран. И за... Ну, выйдет, выйдет. Вышел. Вышел. Ничего себе. Вот как... Вот... Редко бывает, когда после соприкосновения самолеты как бы способны на дальнейший полет. Ну вот... Все-таки да. Так, и я сейчас тогда поменяю на более правильно. У нас летит Симарти у нас из какого склада? Я вот, честно говоря, забыл. Из 303-х, да? 303-х, да. Капитан. Я бы не сказал, что Симарти косой, просто, в принципе, Джимми складывал там крылья, когда мог. А Симарти, он настолько заходил с преимуществом, что он мог себе позволить что-то не попасть. Ну, в общем, все мы знали, что противник будет космонавтить, и противник космонавтит просто во всех боях практически. Так, а мы уже... Легче от этого не становится. У нас же это первый был их вылет, да? Первый, первый. Первый. 1-0 в первом сете ведет Симарти. Вот, рафы против 303-х у нас получаются. Вот зритель спрашивает, что это за режим. Это у нас симуляторные бои. Это так называемый первый дивизион турнира Гладиатора. Ну, тут так особо дивизионов нет. Тут просто у нас товарищеский матч, сборная Россия, сборная России против сборной мира. Вот сейчас вот для новопришедших у нас покажу списочек, да, что у нас происходит. У нас все поочередно, пилоты, вот летают такие дуэли, выбранные, я не знаю, для меня это лучшие из лучших пилоты российских команд и лучшие-лучшие пилоты иностранных команд. Вот я это вот так воспринимаю. Ну, то, что сейчас происходит. И у нас... Сейчас происходит дуэль номер... Сейчас скажу. Два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая дуэль, предпоследняя. Джимми против Симорти. Джимми вот из России. Симорти поляк. И потом у нас будет заключительная дуэль. Шифти полетит против, я думаю, что Пегаса, капитана команды, кстати, сборной мира. Вот, ну а пока мы сейчас... А, уже все полетели. Небеля, почему ты мне ничего не говоришь? Потому что у меня не выбирается самолет. То есть, видимо, он еще не появился. Вот только сейчас старт. Ага, то есть, я ничего не пропустил. Отлично. А, вот, вот они появились. Я надеюсь, Джимми сейчас сделает вывод. Да, собственно, тут вывод от особо далеко идущих не трудно сделать. Можно по тегу сделать вывод. О том, что разворачиваться в первом развороте надо будет. Потому что противник все равно, скорее всего, полетит в космос. Хотя это вот так легко сказать. Я же тоже знал, что на бессу вверх полетит. Да, толку. Видите, уже сейчас такой разрыв по вертикали серьезно. Можно, Джимми, такой серьезный разрыв даже не стоило допускать. Хотя, вот в теории, он сейчас должен выскочить под свечкой и запилить. А он выскочил не свечкой, а его затянули в спирали. Он из перевернутого положения неудобного стреляет. А все у него печально, на самом деле. А у Джимми получается? Ох, сможет, наверное, нет? Нет. Нет, 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 не сможет. Ну, мне кажется, Джимми надо было в какой-то момент более жестко свечкой стрелять. Он дал себя втянуть в эту спираль. Причем он тянул вверх в перевернутом положении. Всегда очень плохо, когда ты климпишься вниз кабиной. Всегда серьезная потеря. Но он контролирует пока противника. Он не провалился сильно ниже. У него есть скорость, в принципе, нормальная, без пята. И вот что-то его начал подсрывать. Мне кажется... Да что ты, Джимми, за спидом-то не дружит. И вот сейчас в Симорте будет, наверное, пытаться. Вообще-то это просто статусный самолет Рафа. Спид. В прошлом году, кстати, Раф на нем сильную команду МНС-154. Был немножко другой спидфайр. Там был он другой. Но он тоже валки и тоже с ваншота выбирает. То есть, на мой взгляд, довольно-таки похоже на пятого тропа. Хороший сейчас прострелял Джимми. Я не думаю, что он там сильно много попал, но... Здесь достаточно попасть один раз, но не похоже, что он попал. Сейчас опять из перевернутого положения. Из последних сил что-то пытается. Ну вот, скорость уже стоит. Да-да-да. Он стабильно не попадает из этой позиции. Может быть, ему уже пора как-то так не идти даже. Вот опять его крутнуло. И вот опять так Сирмати построил маневр, что не хватает Джимми скорости даже вынести нос на стрельбу. Может быть, Сирмати решится наконец атаковать? Ну вот это вот последний ему бросадочек. Да, он решает зачем атаковать. А вот он, Либель, он не может там сверху? Легко остаться, потому что-то ощущение, что он с этими просадками как-то... Вот каждый раз ухудшает свое положение. Знаешь, да, вот сейчас даже прострел. Нет. Ух-ух! Как же это все. Я прям чувствую, как пилоты там приказывают своим самолетом лететь, лететь. А скорости 120. Вот как вот такой разворотик. Джимми-то получил. Главное, чтоб Джимми его видел. Так, пока еще ничего страшного. Ну, Сирмати, я не знаю, я просто в таком стиле не летаю, не умею, мне трудно комментировать. Мне это странно кажется, когда вот так раз за разом пролетают и не стреляют, пытаются на 6 встать. Будет заходить? Энергетики им виднее. Джимми все правильно очень делает. Он доворачивает в сторону противника. Пытает, понимаете, стиле. Это такой тяжкий стиль ведения боя. Мы тут сегодня от Яхмаса видели, когда практически контратаковать и соба шансов нет. Так вот ты скорости крутишься внутри манёда. А ростогнаться не дадут. Да, и в землю решила лететь Сирмати. Полностью все посадили Джимми на 6. Ну, вот эта спиралька, Джимми ее дождался. И не должен уйти Сирмати наверх. Ну, не должен. Да, есть попадание в крыло. Дырка такая, что же прям. Ну, вот Джимми дотерпел. Молодец. Он сделал действительно то, что надо было. Мы, кстати, вот наблюдаем это все-таки вот в нашей школе, скажем так, отечественной. В школе немного, немало. Вроде бы и много энергетиков, и всяких пилотов много. Но в глубине души, похоже, все доворачи. Начали летаем с иностранцами и во всех боях наблюдаем одно и то же. Наш где-то без скорости внутри манёвра дожимает уков. Просто во всех боях. Так, 1-1 у нас сейчас в первом тайме. Ну, будет до трех. До трех очков у нас все это дело происходить. Тем временем, да, вот я смотрю, что в Москве уже. Наступило 20 минут первого. Я думаю, Шифти сейчас тоже очень болеет за Джимми. Потому что тоже сейчас цена вопроса. Или Джимми принципиально решит вопрос о победителе матча. Или Шифти придется лететь последним и разруливать ситуацию. Ну вот, Мастам пишет, что у наших стиль такой. Сразу убить, время зря не терять. Ну, да, в Вартандере, мне кажется, до какого-то момента вообще энергетики страдали. Просто вот год назад, когда к прошлым гладиаторам тренировались, никто ни от кого не мог наверх уйти ни на каком самолёте. Так, по большому счёту. А потом произошли определённые изменения. Похоже, что массы самолётам добавили. И сейчас, в принципе, уже наверх летают все, кому не лень. Я помню, что как раз-то на прошлых гладиаторах была такая ситуация, что все, кто пытались уйти наверх, ну, сами потом говорили, ах, ну, это же привычка из Ил-2. И получали, как бы, эти попадания в себя. И да, и все вот пытались отучиться. Вот, именно когда видишь, что там быстрее противник, у тебя больше энергии, что так раз так уйти на горочку. И, наоборот, все погибали в такой ситуации. Но я на прошлых гладиаторах один раз пошёл наверх. Это была единственная моя проигранная дуэль год назад. А в этом году я меньше гораздо матчей слетал. Зато, по-моему, я во всех летал наверх. И, в общем, ни разу не наказали. Изменилось, изменилось в этом плане. Стало более сбалансировано. У энергетиков все шансы. И вот мы видим в сегодняшнем матче, что энергетики своими шансами активно пользуются. Поздравляем того, у кого сегодня день рождения. Судя по нику, молот, молот и капча. Да-да-да. Рестарт сразу же дам. Рестарт сразу же дам. вот и даже теперь админы поздравляют капчу вообще так интересно вот как бы так называют админ да мы вообще с ним делим просто просто стримеры я даже не стример я принц так мимо проходил поговорить зашел месяца два назад да так и остался пришел и и все и как-то и остался это хорошо а мебиус тем временем наверно же проснулся и проводит утреннюю чайную церемонию у нас еще остался пегаса стойки очень но он капитан он капитан сборной мира ему надо быть стойки вот я хмус тоже вот ну и шифте ну шифте все не так грустно у него время такое же как у меня у него всего лишь пол двенадцатого да сейчас тяжелее всего реально джиме по времени в первом часу трудновато летать учитывая что джим это тоже сидит этим спикер мне кажется уже часов пять точно сидит ну верим джиме показал во втором бою что нормально он и в первом бою в принципе долго держался так пониже но контролировал потом по моему там без за скручивания проблем случились так смотрим это это еще смотрю и джимик стоит я вижу большую наклейку на хвосте джиме обозначающие королевские военно-воздушные силы кстати почему-то там среди зрителей идут какие то вопросы что мебиус должен был очень огорчиться потому что не прошел финал я думаю что команда мебиуса выше головы прыгнула когда выбила вольфи то что полуфинале четвертое место заняли вообще не вижу причины быть недовольным своим результатом там все-таки остальные послабее отбой ощутимо послабее чем ну вот джиме опять из неудобного положения но мог занести довольно близко был это тоже важно как за энергетикам идешь постараться быть поближе чтобы чтобы у меня был побольше у тебя цель на да 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 не хорошо сейчас сейчас хорошо перевернулся смартин ух совсем нехорошо вот это это иногда очень круто бывает если это сделать когда противник совсем близко он либо врезается в тебя либо мимо пролетает я помню я вообще честно говоря один маневр который я недавно увидел от небеля на тренировке мне просто поразил была одна ручка от себя как раз там на спидфайре и просто но тут без шансов без шансов полностью он зачем-то поднял но в чем не на противника а просто летя в сторону поднял носа стал за без скорости про тник топ не промазал рассказывай рассказывать про небеля да 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 так вот значит наблюдаю я обычный простой бой там тренировка они летают разговаривают между собой все как бы все все нормально и тут у небеля 6 и ну ну там очередной раз там небеля собьют что ж там такого-то уже противник с большой скоростью на небеля так сверху заходит значит вот у них вот вот эти спидфайры и небель в самый последний момент отдает ручку от себя его хвост резко поднимается и просто по щам этому спидфайру который на него шел так хрясь и сметает я был просто поражен этим маневром конечно там оба погибли но это было вообще очень красиво я даже не помню такого но вчера когда с истериксом летали я пару раз имея его на плотном шести специально самолет сорвал и так чтобы блином сорванный летел в принципе он в него оба раза залетел тоже с ничейным результатом но это мне кажется не повод для гордости вообще это постыдно по большому счету ты просто то что не видишь каждый день тому там стреляет все сбивают там самолеты горят это все понятно а вот так чтобы хвостом так блинк вообще интересно так ладно тем временем мы все еще верим джиме в том числе и на спидфайре так вопрос по будущему патчу начал сегодня прикачивать мустанг на предыдущем эре только четыре самолета открыто после патча я смогу устанавливать дальше качать или надо успеть до выхода это настолько не к нам зря я прочитал твупорос его просто начал читать не дочитав до конца я не знаю просто не знаю так появляется джиме счет у нас какой 21 позиции мартин вот в этом да 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 все марки сейчас может и вот все марки сразу вообще не стесняется в клип сразу сразу вот джиме по сейчас прям может быть как-то упреждающий начать разворот в свечку выезд выстрелить как-то вертикально его пробивать джиме сейчас опять вот под ним пройдет и будет из перевернутого положения страдая пытаться идет раз за разом на этот маневр и раз за разом он не то что не попадает а он даже и в общем прицелиться не может если у джиме тоже пойдет в клинку ну если так противник но это раз второй вариант смотрели в туртан да 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 тут без шансов вот сейчас 5 джиме без скорости скрытая атака что ли ну да ну на спидфайле самое лучшее так вот опять у нас штопор от джиме здесь вопрос такой что сирмати не пожалеет снарядов какой-то момент даст подлиннее очередь этим все кончится спидфайре очень трудно убрать 6 мощное такое оружие самолет сам стрел но если на нем резко маневрируешь сорвал опять джиме я не думаю что даже специально сорвался единственное что у симрти один раз такое уже было что он за земли не смог закончить свои энергетические маневры отдал 6 здесь вот так вот прострел опять не попадает что-то как-то ничего не прилетело и сможет ли что-то тут исправить смартине лучшую стрельбу сейчас показал даже удивительно со спидфайра обычно в чем прелесть даже если ты стреляешь мимо то что-то залетает за счет просто крыльевого вооружения вот сейчас сейчас и сейчас может быть джимми что-то знает какое-то слово волшебное еще и на контратаку идет в принципе шанс там будет даже сейчас еще шанс есть вот 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 эх ну видимо он до последнего целился и так не прицелился какая высота у джимми нет еще высоты явно хватает выйти 180 что такое неплохо не все в порядке 3 лап раскакивает сирмите рядом с джимми и явно в догонку нет 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 не получится стрельнуть тяжело джимми честно говоря ему тяжело быть во втором сети но не вот такой сейчас нагрузка такая он все дуэли страдает внизу против противника который вот так вот на выбор плюет трудно это неприятно так высота у нас 200 кто выйдет все будет в порядке сирмати совсем прижал джимми к земле ну сирмати столько уже промазал стопроцентно что должно бы наказание быть это сейчас могло последовать даже мустам пишет по идее раф должен на спитах круто летать в прошлом году до прошлом году то как раз они на спитах игры выбили объединенную команду мнс 154 это была определенная сенсация и именно было видно что на спитах они готовы джимми кстати когда летал они по-моему второй состав или я не был ошибаться слушай я путаю я виноват перед мнс и мнс выбила иранская 1 они выбили именно нм второй состав я напутал конечно там еще это знаменитая история со спадом потому что он выбрал спид 2 потому что ему он нравился а вроде как оказалось что команда на нем не очень именно вот да именно их вы тоже нм2 там мягко говоря не случайные люди летали их тогда раф выбил на спитах да было дело и как раз об этом все и говорили что ну надо же было додуматься летать против рафов на спитах просто вот по логике но тут симрти все получается и таким образом симрти у нас взял раунд да это он уже третий раз победил сейчас посмотрим да он взял да раунд сет как угодно сейчас будет самолет джимми вот у нас счет становится маленький 1-3 пользу симрти и по раундам у нас получается здесь плохо не то что сет проигран здесь плохо то что по сути симрти 4 раза полетел наверх одинаково абсолютно и 4 раза там джимми его не достал и даже не имел прострела нормальный единственное что вот один раз там симрти ошибся и джимми выиграл гей но вообще именно вот сходы какие-то печальные были на мой взгляд и к нам пришел яхмус да разрешите ворваться конечно время пить херше я хотел бы поблагодарить всех участников боя и всех зрителей которые провели этот длительный марафон за экранами надеюсь что удовольствие конечно получили я не знаю как видим этих матчей проходных нет да бой уже идет но времени уже я отправляюсь в пике и поэтому да ты оставляешь команду ну да да то есть ты вот нам подарил бои на хенкеле 112 я их сам себе подарил потому что это я его выбрал но мне казалось что я на нем умею летать я же не понимаю да это мне напоминает как профессор по физике смотрит на меня и говорит ну и какую тему ты думаешь что знаешь что-то типа того не за там это там ситуация такая что соперник мой выбрал же и 16 тоже выбирал для себя сильнейший самолет я выбрал для себя и хенк думаю наверное тоже сильнейший самолет дальше некуда так синхронно проиграли а вот нет нет оправданий нет никаких честно хочу сказать что это нет хочу сказать что во всем виноват саид если бы выиграл выиграл яхмуса проиграл проиграл саид я же вместо него летел понятно значит наш не виновного но джимми выбрал и шаг начался бой ну все всем счастливо да ладно счастливы я считаю что пальму первенца за самый плохой выбранный самолет который с прошлого года как раз заслуженно держал спад за тот матч с рафами сегодня уверенно забрал яхмуса с да 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 я тут опять как-то ушел сыпать и наверх опять то же самое абсолютно то же самое просто джимми не может противоядие найти против этого схождения с климком и все время он неправильно когда выходит на стрельбу и собственно так спид и шаг не так разница велика самолеты похожи оружие сильное можно сорваться и рисунок боя то не поменялся до 5 см и и горизонтального этого стабилизатора рулей точнее и сейчас опять будет играть от обороны и на уже никаких таких будем наблюдать стрельбу сирматик кстати мне кажется что стрельба вот или из-за того что патроны трассеры мы видим она все таки летит в сторону джимми довольно таки близко ну куда же еще лететь просто сейчас пробитый самолет можно было просто дожать но в сирмате верен себе ну собственно он выигрывает почему нет значит он все правильно делает он опять улетел в космос спокойно там вот джимми опять в никуда летит спотника в нос этот расстрел да стал же сирматик джимми сейчас шанс какой-то в лобовой не разорный мне кажется что тут конечно и сирмате нужно было там пожестче попадать конечно джимми вот но это опять без скорости джимми джимми получает да получает побуждение посильнее у него пробит оперение он не выйдет даже видимо его так крутит выйдет все таки а чуть-чуть только рули у него там ну вот он с педалью вправо до упора у него видимо невидимая дырка в левом крыле то что явно валят налево кое-как выше и вот видно если сейчас сзади посмотришь до упора вправо вправо до аптор Да, 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 да. Видно, видно. Вот на него такой последний заход, видимо. Хотя очень уж издалека, я просто не знаю Сирмати. Сирмати, видимо, парень такой хлопнокровный, он делает своё. Вообще всё равно где противник, он всё равно будет вести высоту. Я не вижу Сирмати, сделанную от него. Мустан, ты бы пошёл и рассказал Джимми что-то насчёт схождения, уже пора. Принять то вот, при таком если противник тупо к Лимбецу. Ну не знаю, у меня там сразу же идея какая-то тоже тупо к Лимбецу. Вот я сколько раз пытался сходиться тупо к Лимбецу против того же Nitro Express. Человек спокойно подо мной делает разворот на 90 градусов вверх. И со свечки меня рутит без шансов. И вообще, этот сход, по-моему, всегда проигрывал без шансов. Ну вот Сирмати как-то против Джимми очень даже. Вот мы видим, что Джимми проиграл первый бой в своём самолёте. И Сирмати в одной победе. Победой в матче. Не, а что вы смеётесь? Я когда страдал с Мёбиусом там между раундами, какое-то шло экспресс обсуждение. Тоже как лучше, что как. Помогло оно или нет? Не знаю, но уж точно не помешало. Интересно всегда мнение людей выслушать. Я думаю, что Джимми сейчас очень интересно выслушать мнение чьё-то авторитетное. Насчёт Мустанга. Да. Насчёт именно первого разворота. Кстати, я вот тоже когда... Вот вообще смысл-то тренировок в чём? Отделение как бы опытом друг к другу. Вот мы когда тоже тренируемся, там вот я летаю с такими жёсткими людьми другими из АНМов, как САИ, там вот тоже там дроны. А они мне постоянно говорят, ну там говорят, что делать? И потихонечку как бы в голове это всё откладывается, откладывается, и потом глядишь через лет десять тоже научусь чему-нибудь. Ну как-то так. Вот. Так, 1-0 у нас уже Джимми повёл. Не Джимми. В Сирмоте, да, Сирмоте. Я не знаю. Я бы просто честно сказать, снизу бы выстрелил в свечку. Причём постарался немного упреждающую эту свечку сделать. Там минимизировать надо. Там главное минимизировать вот этот момент полёта вниз с кабиной. То есть Джимми каждый раз пролетает под ним, потом вслед за ним делает Эмильман, и вот из Эмильмана из положения кабиной вниз пытается стрелять. В то время как противник-то прекрасно видит, что он Эмильман сделал. И как только Джимми Эмильман заканчивает и собирается стрелять, Сирмоте забирает там ручку на себя ещё куда-нибудь в сторонку и с положения кверх ногами вообще в таком положении прицел не занесёшь. То есть это надо по идее ручку от себя давать, а у тебя уже и скорости нет. В общем, как бы раз за разом повторяется просто один в один схождение. Джимми надо сделать или очень плавный боевой разворот, не Эмильман, а именно боевой разворот плавный за противником, или жёстко стрельнуть в свечку и стрелять там прям сблизи. Сейчас уже дам старт, посмотрим, что сейчас... Посмотрим, что Мустанг сейчас вместе с канала... Эээ, в канале со всеми пилотами из российской спины. Да он там сидит с самого начала, но он включил микрофон сейчас на какое-то время. Посмотрим. Ну на самом деле, конечно, да, совет ценен, но одно дело выслушать совет, другое дело его воплотить. Ведь Джимми наверняка брал и шаг из соображений, что вот доворотный самолёт, чтоб противник куда-нибудь улетел в космос. Мы видим, что... Сирмати жёстко? Да, Сирмати опять полетел в космос, и вот сейчас Джимми бы в свечку может стрельнуть, да? Упа, а-а-а, так, стоп-стоп-стоп, как-то ещё не пошёл он за ним, смотри. Джимми пытается очень плавно это же сделать. Но, кстати, он сейчас проигрывает угол, то есть его вот сейчас рубануть здесь могут... Ой-ой-ой... Куда он полетел? Куда сейчас Джимми полетел, я не понял. Конкретно мог сбить, мне кажется. Джимми сейчас и не вверх, и не в лоб, и вот сейчас опять он в никуда куда-то двигается, но он пытается на лоб выйти. Но противника-то лучше намного. Всё, битый Джимми. Битый, битый. У него, по-моему, двигатель сейчас остановится. Мало того, что у него левое крыло бит. Полная победа энергетика. Вот, я не знаю, насколько силён Сирмати, но я так понял, что Джимми против энергетиков не любит. Да кто против них любит? Ну, как-то совсем ему не задалось. Ну, да. Как поётся в одной песне, «Убивай космонавтов, они лезут на небо». Вот, я тоже не люблю космонавтов. По поводу вот поляков, да. Вот, много раз мы на стримах говорили, и Облич говорил, что поляки в этом году какие-то особо сильные, да, они очень хорошо подготовлены. Вот мы как раз-то видим представителя капитана команды 303-х. Вот это польская команда. Вот они показывают нам. 303-й, между прочим, два человека летели и оба выиграют. Да. Я не путаю же, а Ема, Сирма, Тёпа. Да, выиграл Сунибай. А Ема Сунибай, да. Да. И у нас счёт 0-2 внутри раунда. И таким образом по раундам счёт становится 2-0 в пользу Сирмати. И... 4-3 матча. И он приносит, да, ещё одну очко в копилочку своей сборной. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот таким вот образом. И сейчас будет Шифти решать. Будет решать пилот из Эстонии с пилотом из Чехии. Победитель сборной России. Да, вот как-то так. Сейчас я тогда всё тут поменяю. Да, крайний бой у нас. Есть такая перспектива, что может матч ещё и боевой ничью закончится совершенно неожиданно. Я вот думаю о том, что с одной стороны, как хорошо, что я затащил Мёбиуса, а с другой стороны, как плохо, что Яхмос решил летать на Хенкеле. Сейчас хотя бы вопрос бы принципиально был решён. Спокойно бы Шифти уже там показывал свой уровень, который у него есть и хороший. Вполне. Вот так вот у нас будет выглядеть крайний матч. Бэттим. Блэк Тип Шифти против Пегаса. Пегас это, кстати, капитан сборной мира. Как Яхмос, капитан сборной России, так вот Пегас сборной мира. А, кстати, я вот на Пегас посмотрю вообще. Какой-то они сделают ход каньон и выпустят кого-то другого. Вообще, по итогам этих боёв хочется установить какой-то контакт с 303-ми и с ними подуэлить. Потому что, я смотрю, они такие сферические космонавты в вакууме. Прям интересно, удастся ли их доставать. То есть, если Мёбиус и Адлер как-то разнообразили бой, то вот 303-ти летали тупо каждый раз в космос. И, в общем, у них получалось. Ну что ж, Паунинг Пит против Шифти. Было у меня такое подозрение, что Паунинг Пит может быть самое слабое звено в иностранной команде. В то время как Шифти у нас определённо не самое слабое звено. Поэтому, по идее, должно быть всё нормально. Но, честно говоря, сегодня уже многие матчи не так сложились, как ожидалось. Паунинг Пит это у нас американец, да? Вот, зрители говорят, если будет ничья, Мустанга отправим на реванш. Но, я думаю, если у Мустанга ещё всё нормально, если он ещё трезвый, то мы его, конечно, отправим в случае чего на решающий матч. Вопросов нет. Ну, если Капитан отыграл, значит, можно захватывать должность. Ио Капитана рулить. Нет, я думаю, что, конечно, не надо никаких решающих матчей. Хотя у тебя стоит, там, вот, девятым пунктом в знаке вопроса. Но, мне кажется, что если победит дружба, ну, по делам нам, мы же тогда, значит, сами виноваты. Ничья, значит, ничья. Ну, я что-то думаю, что Шифти выиграет, я уверен. Полнин Пит, это же 508-е, да? Ну, Ястабельке, в общем-то, ничего не показало. Посмотрим, конечно. А Битим-то, как раз, очень даже показал. Третье место. Третье место силами склада, да, круто. На BCI выбили матч за третье место. И потом я так скажу, что Битим-то те люди, за которых, ну, приятно вообще болеть за них, потому что приятно с ними общаться, всегда положительные моменты. Там был вариант, что нам с ними лететь придется в плей-офф. Я заранее пошел с ними договариваться о возможном переносе матча, ну, вдруг чего. Сразу согласились, говорят, не вопрос, пожалуйста, все решим, все сделаем. Ну, не понадобилось, но люди самые положительные. Ну, я-то думаю, что они так тяготеют за воротом, тоже выбраны шаг. И шаг это наш выбор, я так понимаю. Так, я лихорадочно ищу полный хита. А, вот он. Да-да, shift и жмет, и сейчас будет пробивать капиталь. Да. Все, здесь все должно быть хорошо. Странный вопрос к стримерам, где стримеры находятся. Дома, в теплых креслах. Без вариантов. А, проехать говорят. А, проехать говорят. У меня в квартире мало мебели. Вот, скажем так. И нету... Субтитры сделал DimaTorzok Вот, пишет зритель, наконец-то положительные эмоции. Да я не вижу причин для отрицательных эмоций. Зрелища на весь вечер. Бои интересные. Гораздо более непредсказуемые, чем ожидалось. Разные самолеты. Такие самолеты, которые мы в турнире не видели практически. Обратись, сегодня я как-то почти не был. И кишка сегодня мало была. Сегодня рубятся на тех самолетах, которых мало было в турнире. На более таких. Ну, где-то какие-то более сложные, какие-то более простые. Но, по крайней мере, не самые заезженные. Поэтому я и причин для плохих эмоций не вижу. Даже если ничья будет в матче. Хотя они должны быть. Ну, одно можно сказать. В принципе, лучшие иностранные пилоты оказались, ну, наверное, лучшими пилотами, чем ожидалось. Хотя я так скажу, ну, это же все-таки сборная из команд. То есть, если бы мы задали задачи собрать вот абсолютно лучшую сборную России в War Thunder, то, в принципе, летела бы сборная БМПЕ, ВМНС, ну, с каким-то минимальным, наверное, украплением из команд. Но, с другой стороны, надо понимать, что и наши друзья иностранные, может быть, как-то по-другому. Может быть, там бы 303-й полным составом летели в космос. Поэтому есть то, что есть. В общем-то, условия формирования команд были равны. Результат такой, какой он будет. Вот, кажется, на этот раз без повреждений улетел человек от шифти. И вот, что он сделал, мне сегодня тоже делали замечание, что я недостаточно радикально шел наверх, а вот надо было идти жесткой свечкой в тот момент. Вот противник шифти сейчас именно жесткой свечкой шел. Никаких там движений. Ок. Но вот маневренный бой на Ишаке не его, да, не его. Он, видимо, без закрылок, насколько я вижу, без закрылок на Ишаке трудно поворачивать. Вот шифти пробил уже ему руль высоты, как минимум. Не смог воспользоваться иностранный пилот уходом наверх. Уже и Лерон у него правый пробит. Ну и не отпустит его здесь, понятно. Тут не врезаться только. Газ сброшено обоих. Вот шифти жестко сидит на шести, никаких там этих. Уйти, да, уйду наверх, потом клюну. Вот мне как-то это больше по душе встало или... Вот эти вот штучки на земле. Я вот, честно, тоже скрытая атака исцеляю во многом из эстетических соображений. Ну, плюс к тому, она очень хорошо пробивает. Она тут точно не хуже других лент, Мишаке. Возможно, лучше. Никак не загорится, вот наконец. Вот, всё, и сразу же взрывается. Нормально, шифти свой самолёт уверенно забрал. Да, и у нас 2-1 меж раунда, внутри раунда. И забирает этот раунд. Шифти 1-0 в пользу его. И его становится. Так, я смотрю, в чате тут идёт обсуждение моей квартиры. Сейчас я почитаю, что там пишут. Ну да-да. Это как-то так вот... Сорв... 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 Один... Один... Что-то типа такого написал. Нет, вот только у меня стоит шкаф очень большой, кстати. Я не знаю, почему он не подавляет эхо. Может быть, в нём нужно открыть дверь. Да, MF Division из Батимов пишет, что Батим много тренингсов против космонавтов в ожидании боя с МБСА. Вот интересно, MF Division, каких космонавтов вы нашли и где? Космонавтов таких чистых, как сегодня летают из иностранцев. Я практически не знаю, с этим нашим. По крайней мере, те чистые космонавты, с кем приходилось летать из наших, они как-то менее опасные были, что ли. Вот там про баннер с ХЕ-112. Но, я думаю, Яхма с ХЕ-112 теперь и так заполнена. Вы же понимаете, что его теперь минимум месяц будут троллить? Я думаю, уже сегодня начали. Так, ну что ж. Фридрих? Фридрих? Я думаю, я думаю, Шифти это должно устроиться. все было сегодня а все все ты перечислил 9 самолетов все было по 400 же было сегодня точно на нем хори фридрих все самолеты мы сегодня посмотрели вот благодаря вот этому выбору фридриха и сильно фридриха кажется не был благодаря моему чуду зеро сегодня полный план сет ну вот это это очень замечательно вот спрашивают бывают ли на штурмовиках замесы грядет с неизбежностью турнир гладиаторы 8 на 8 я думаю что будет он объявлен маловероятно что будет очень вероятно что будет там будет 4 истребителя плюс 4 штурмоборда год назад были очень даже бодрые замесы причем даже штурмов против штурмов хотя я думаю в этом году постараются как-то так сделать карту чтобы штурмовики все-таки штурмовали бомбардировщик в прошлом году в попытке бомбить и штурмовать закончились немедленной смертью как правильно ну да вот в прошлом году таки было правильно горит мебель там штуки сражались с илами вот очень успешно спрашивали секреты сейчас на самом деле дамы по-любому будем готовить 8 на 8 но нам нужно чуть-чуть времени мы там хотим существенно доработать регламент и изменить его так чтобы он устраивал большинстве команд которые возможно в нем захотят участвовать ну сквайр я же не официальное лицо мне можно слухи рассказывать можно можно и конечно все можно пока объявление официального нет вроде как ничего и не было но явно что-то воздухе висит так ну что шифти отменялись прострелами но скрутила противника и шифти преимущество по позиции сейчас главное на фоне земли там его не потерять но тут желтый нос месси помогает попал шифтин попал нормально обычно снизу вверх тяжело именно потому что на фоне земли до последнего